Проверить знания о родной стране, ее истории, культуре и традициях. В Чувашии сегодня, как и по всей России, все желающие писали большой этнографический диктант. 30 вопросов, 20 из которых об истории и этнографии народов России, а 10 о малой родине Чувашии. Время подумать 45 минут. Всероссийская акция проводится третий год подряд, желающих в ней поучаствовать все больше. Нужно знать свою историю, историю своей родины и нашего народа. Поэтому я считаю, что каждый человек должен принимать участие в подобных акциях. Это делает нас целеустремленнее. И именно человек, знающий свою историю, всегда будет смел смотреть в будущее. Не зная своей истории, истории своего народа, невозможно знать будущего. В Чувашии диктант писали на 13 площадках. Вообще принять участие можно было, находясь в любой точке планеты по интернету. И даже сейчас еще можно пройти тест дистанционно, до 5 ноября. В этнографическом диктанте, кстати, не только вопросы, связанные с историей того или иного народа. Встречаются и такие, где необходимо знать законы, итоги переписи и еще много интересных фактов. Один из таких интересных вопросов, меня вызвало интерес, это, как называется, старинная велирная техника народов, мастеров Костромской области. Вот, казалось бы, Кострома рядом, и вот сидишь и думаешь, и анализируешь, какие же там технологии были, чем они занимались, народы, примерно связываешь с местностью. Тоже аналогичный почти вопрос был связанный с Уралом. Правильные ответы на вопросы опубликуют 10 ноября, а результаты 12 декабря. В прошлом году свои знания проверили 900 жителей республики.